Дешевле не значит лучше. Так о своих конкурентах говорят сотрудники спецавтохозяйства. Ведь именно им, простым водителям и грузчикам, приходится убирать чужой мусор из своих контейнеров. Все дело в том, что некоторые компании заключают договоры на вывоз отходов с фирмами и предпринимателями, но свои мусорные баки не ставят. Кроме того, нарушают экологические нормы, не доставляют отходы на мусоросортировочный завод. А это важный факт, который должны учитывать предприятия при заключении договора. Не сортируют мусор. Вот из-за этого создаются неравные условия с САХом. У САХа это все в тарифе, и он высокий, тарифы населения не хочет с ними заключать договор. А эти демпингуют, потому что они не выполняют генеральную схему, не выполняют требования Росприотнадзора. Вот с этим, Анатолий Николаевич, складываются неравные условия с САХом. На прошлой неделе факт несанкционированной свалки был зафиксирован на Соболевке. Мешки с мусором появляются в районе Мацесты, Хоста и в других курортных местах. Все отходы в итоге собирают сотрудники спецавтохозяйства. В городе теперь работают три спецавтоколонны. Недавно одно предприятие открылось в Лазаревке. Мы еще обслуживаем Лазаревский район. Там открылась автоколонна номер три. Сейчас потихонечку мы работаем. Работаем дом Магри. Пока все хорошо, все нормально. Я думаю, что мы как предприятие такое крупное спецавтохозяйство, думаю, что по вывозу мусора мы не подведем город. Мы единственное предприятие, которое может обслуживать в целом по Большому Сочи. Поэтому есть конкуренты. Очень много конкурентов у нас. Но я сразу могу сказать, что конкуренты даже не знают, куда вывозить мусор. А вот каждый водитель и грузчик спецавтохозяйства дорогу к мусороперерабатывающему комплексу преодолевает по несколько раз в день. Причем в некоторых районах действительно приходится работать с трудом. Ведь важно не только быстро и качественно произвести уборку мусорных контейнеров, но и постараться подъехать к бакам. Вот трудность. Машины ставят. Не подъехать. Трудно подъехать бывает. Но не везде. Так нормально. Опустошив все контейнеры в микрорайоне, машина отправляется на мусороперерабатывающий комплекс. Здесь отходы сортируются. Алюминиевые банки, пластик и картон, так называемое вторичное сырье, собирается в брикеты отдельно. Все остальное спрессовывается и формируется в кубы для вывоза на лицензированные полигоны. 89% мусора, который завозится на территорию завода, это завозится компанией «Сочинское автохозяйство». Все остальные компании, ну, скажем так, по мелочи завозят. По-немногу. Каждый день завозится от 400 до 500 тонн мусора. Мусор брикетируется, прессуется и при помощи самосвальной техники вывозится на полигоны Белореченского, Абширонского и Краснодарского города Краснодара. На те полигоны, которые имеют лицензию на утилизацию отходов. Вывоз мусора за пределы города как раз и составляет половину тарифа. Остальная часть средств расходуется на содержание машин, сортировку и зарплаты. В Сочи действует генеральный план «Ноль отходов». Своих полигонов нет. Этого добивались жители несколько лет. Теперь же компании, нарушающие правила утилизации отходов, способствуют формированию свалок в разных частях города. И с этим борются полиция, департамент городского хозяйства и представители спецавтохозяйства. Подключиться должны и жители. Сообщать о подобных случаях можно по телефону горячей линии. Ее номер 260-85-91, добавочный 3. А руководителям организации и предприятий, независимо от форм собственности, при заключении договора необходимо учитывать обязательный факт переработки вывозимого мусора. Татьяна Нагорская, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.